Рынок на фоне леса, стройматериалы, беседки, собачьи будки, всем этим на Уральском шоссе торгуют незаконно. Машину сотрудников районной администрации, которые регулярно приезжают с проверкой, продавцы знают хорошо. Поэтому стараются на глаза не показываться. На первой же точке нас встречают безлюдные павильоны. Каждый, кто вскоре здесь появляется, называет себя покупателем. Здравствуйте, а вы здесь торгуете чем-нибудь? Нет, я покупать приехал. А к кому? Здесь никого нету, не видите? Не знаю, никого нету. А обычно бывает? Не знаю, здесь не место вообще, здесь отраду. Я вообще не торгую, я хотела что-то купить. А к кому вы приехали, здесь никого нет? Ну я не знаю, я сначала сюда хотела зайти, но там отъехал продавец. Теперь сюда. На следующей точке хит нелегальных продаж этого сезона – незамерзайка. Виталий Павлович рассказывает, торгует всего месяц о том, что это незаконно, не знал. Потому и согласился на сомнительный заработок. Не я здесь стал, а меня здесь поставили. Я торгую, я простой работник. Где будут платить, там и буду работать. Мне по барабану, законно здесь, незаконно. Мне надо зарабатывать, семью кормить, понимаете? Кроме Виталия здесь никого не оказалось. Сотрудники администрации выписывают ему протокол. На следующей мини-рынке нас встречает менее общительный товарищ. Представляется водителем. Почему вы от нас прячетесь, если вы здесь водитель, а вы не продаете ничего незаконно? Вы мне в пальмарке, где я продаю? Я вас спрашиваю, вы торгуете здесь? Я ничего не торгую, я водитель. Вот на газели я приехал. С проверками сотрудники районной администрации выходят каждую неделю. С начала года выписали уже около 300 протоколов. Свыше десятка нелегальных торговцев съехали, в том числе и на Уральском шоссе. Тем более, что здесь это для них единственный законный выход. Эта территория относится к лесным угодям. Торговать здесь не разрешается. По закону эту землю нельзя оформить в собственности или взять в аренду. Нелегальная торговля опасна не только некачественным товаром, на который уже поступали жалобы в районную администрацию, но и тем, что бурная деятельность продавцов превращает участок леса в свалку. Особого внимания в Куйбышевском районе также требует Пугачевский тракт и улица Игоря Егорова. Там незаконно торгуют в том числе товарами для дома и одеждой. Мы добиваемся в первую очередь легализации трудовых отношений, чтобы люди, если работали, то легально используются рабочие. И в частности по лету, когда мы объезды делали подобное, было выявлено факт привлечения иностранных граждан, в частности, которые вели работу, то есть без каких-либо разрешений и так далее. Естественно, данные граждане привлекаются к административному, к административной ответственности, на них составляется также административный протокол. За стремление заработать нелегально продавцов по закону наказывают рублем. Размер штрафа за несанкционированную торговлю от 4 тысяч для физических и от 7 для юридических лиц. Алина Чемерис, Константин Головин, События.